всем привет ребята на канале 30 плюс и сегодня мы с вами говорим про ревность я медицинский психолог нутрициолог значит здесь про здоровье ментальное и физическое сегодня у нас тема ревности напоминаю что это очень важная история когда вы с заниженной самооценкой начинаете что такое делать я вам быстренько сейчас расскажу что не нужно делать что неважно делать и как себя обратно восстановить в общем в общем погнали заниженная самооценка это про что это когда вы не видите в себе никаких плюсов вообще не понимаете за что вас можно полюбить и не верите до конца в любовь вашего партнера к вам вообще думайте о какой-то истории которая возможно вам вообще не подходит и вообще не про вас и другой момент у многих действительно есть проекции есть отрицание когда вы сами любите флиртовать изменять партнеру и приписывать именно ему они себе какие-то тенденции и другой момент сами за чьей-либо спиной создаете моменты которые вас напрягают например вы очень любите своего партнера и действительно думаете постоянно о том что он вас предаст или о том что возникнут какие-то моменты которые в дальнейшем не дадут вам возможности полноценно комфортно себя чувствовать и в общем двигаться в этой жизни правильно другой момент когда вы вытесняете какие-то вообще все мысли намерения вы сами уже убеждаете себя в том что является глупостью на самом деле ревность это непростое чувство и и так триадное чувство эмоция такая особенная именно для ситуации когда вы идете в развитие если вы можете действительно на стадии сочетания двух факторов пренебрежение пренебреженного отношения невозможности реализоваться каких-то других моментах вы возможно испытываете ревность это создает действительно вам дополнительную историю стресса и ревность это про обычно детскость и про детскую травму детскую ситуацию когда вы не можете действительно найти себя и сделать так чтобы вы чувствовали себя комфортно вот на моем канале все про комфорт я постоянно повторяю это слово потому что очень многие действительно испытывают те или иные чувства создают какие-то проблемы в жизни и так я всегда хочу сказать что проблем и так куча если еще в каких-то моментах очень сильно напрягаются из куда-то себя закапывать то здесь возникает порочный круг почему мы испытываем ревность и вообще что с этим делать ревность это про сложности наши эмоции про то что мы можем одновременно испытывать и тревогу и страх и злости печали вообще у каждого разный выбор набор и выбор но как про зависть я вам снимала зависть это скорее про материальные ценности такие личные качества а ревность это совершенно совершенно про другое и причины здесь внутри не бывает невротизм бывает это неуверенность в себе жуткая которая не дает вообще ничего делать бывает это ощущение неустойчиво своей позиции бывает это проблема не в том что партнер дает какие-то поводы ревновать а в том что у человека низкая самооценка и он полагает что вообще все жизнь тлен бывает это страх бывает это боязнь потерять любимого человека или страх одиночества или например негативный опыт в прошлом в общем собственные проекции и не идеалистичный нереалистичный настрой бывает это отношение действительно к людям бывает это зависимость от партнера и как бороться с ревностью зачем это делать и надо ли вообще делать во многих случаях надо во первых нужно поговорить с близким человеком и многие действительно не понимают что партнер уверен что не дает вам повода сомневаться но поводы бывают действительно разные и когда вы уходите в какой-то шпионаж или какие-то манипуляции это создает вам дополнительную проблему и очень важно начать в этот момент работать над самооценкой и полюбить себя во всех своих проявлениях разложить ревность по полочкам и обратиться к психотерапевту это очень важно у кого есть много ревности да те обычно теряют отношения или повторяют действительно ошибки и никак не могут нормально адаптироваться в отношениях ревность бывает со статусом связанная ревность бывает патологическая ревность бывает во взаимоотношениях и причины ревности бывают совершенно разные бывает это соперничество между родственниками бывает это неуверенность бывает это конкуренция и бывает это а проблемы с доверием то есть предотвращение ревности это прям такая серьезная серьезная история поэтому для того чтобы перестать это делать нужно понять какая у вас проблема и во многих случаях что делать с ревностью я тоже объясняла объясняла если вы сильно ревнуете помните что вы во многих случаях не владеете другим человеком вы просто не можете им владеть очень важно научиться сосредотачиваться прям таки на себе равноправные отношения возможны только с самодостаточным человеком и убедитесь что вашей жизни есть что-то интересное что важно помимо партнера когда вы на ком-то зациклены у вас пропадает собственный интерес и очень важно рационализировать свои мысли потому что то о чем мы думаем когда мы ревнуем на это прям таки приводит нас к неуспеху что можно у себя спросить он она действительно стоит ли того может быть мне не хватает внимания в последнее время или может быть что-то другое и о чем можно себе напомнить напомнить можно о том что я могу поговорить с этим человеком и я могу найти решение я могу действительно быть интересным самому себе может быть мне не хватает внимания партнера в последнее время если да то как можно это исправить ведь все просто ребята и если даже в жизни моего партнера бывают какие-то другие сложные моменты это все можно исправить пишите вопросы и другой момент неуверенность в себе вот это движущая фаза вот этой проблемы если есть ревность в отношениях могут быть проблемы вообще дальше во всех сферах потому что это действительно супер факты которые влияют на вас очень очень сильно вот так ребят